Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как создать говорящего персонажа в роли ведущего для YouTube канала. Зачастую такие каналы используют блогеры, которые не хотят показывать свое лицо, поэтому они создают, скажем, такую личность для канала, которая как бы будет уникализировать его ведение, и таким образом канал будет у вас выделяться на фоне остальных. Итак, давайте начнем. И первым делом нам нужно будет сгенерировать персонажа для нашего канала. Для этого я буду использовать сайт Leonardo.ai, но вы, в свою очередь, можете использовать любой сайт для генерации изображений. Итак, я захожу на данный сайт, выбираю расширение 16 на 9, и затем вставляю промпт, который ранее уже подготовил. Его вы можете забрать в моем телеграм-канале, вдруг если захочете повторить это изображение. Ссылка будет в описании. И нажимаем на кнопку генерировать. После чего выбираем самый подходящий вариант и скачиваем его. Следующий шаг – это написание текста, который он будет озвучивать. Для этого я буду озвучивать текст на английском языке, поэтому перехожу в переводчик Dipple и прописываю на русском языке рандомный текст. Итак, прописал. Теперь копирую и перехожу на сайт для озвучки текста. Буду я использовать сайт Eleven Labs. Вставляем сюда текст и далее выбираем голос, который будет его озвучивать. После чего нажимаем на генерировать. И скачиваем нашу озвучку. Следующий шаг – это анимация рта для нашего персонажа. Для этого я буду использовать сайт Adobe Express. Переходим на данный сайт. Далее выбираем подходящий тип рта. Как бы это смешно не звучало. Для этого мы выбираем персонажа. Убираем фон. Точнее делаем его зеленым. После чего выбираем формат изображения 4х5. И выбираем нашу аудиозапись, которую мы только что скачали. Итак, синхронизация пошла. И вот озвучка наша готова. Теперь ее скачиваем. Следующий шаг – это работа с изображением, то есть нашим персонажем. Для этого я буду использовать сайт Photopea. Это онлайн-версия фотошопа. Открываем данный сайт, загружаем изображение. И далее выбираем здесь у нас вот такой инструмент. И зарисовываем наш рот. После чего можем еще добавить какой-то там текст персонализированный. И далее экспортируем наше изображение. И последний шаг – это синхронизация нашего изображения с разговаривающим ртом. Для этого мы закидываем в программу CapCut наше основное изображение. И следующее изображение – это анимация разговаривающего человека, то есть рисунка. После чего уменьшаем его до минимальных размеров. Далее выбираем в разделе «Видео маску». Уменьшаем наше изображение, которое находится выше. Вот так вот сойдет. И теперь нажимаем «Remove Background». И здесь выбираем «Chroma Key». Берем пипетку и выбираем цвет, который будет исчезать из нашего изображения. Вот выбрали. Теперь немножко увеличим наш рот. Вот так вот отлично. После чего нам нужно теперь заняться трекингом. Для того, чтобы рот наш максимально был статическим. И для этого я нажимаю вкладку «Видео». После чего нажимаем на вот эти вот точки «Position». И далее под каждое движение рта нам нужно будет его немножко выровнять. То есть, допустим, если рот поворачивается в левую либо в правую сторону, то мы его обратно немножко поворачиваем, дабы, как вы уже поняли, чтобы рот был более-менее статический. Да, работа немножко кропотливая, но результатом вы будете довольны. Теперь экспортируем наше изображение и смотрим на готовый результат. В общем, вот такая вот получилась анимация. В принципе, этого достаточно для того, чтобы вести свой канал с таким персонажем. Но поскольку я люблю заморачиваться и все-таки хотел бы вам показать, как делать персонажа с более такой оживленной атмосферой, заходим на сайт «Фотопия». Далее мы здесь должны закинуть сюда картинку. После чего нажимаем «Dublicate Layer». Это означает дублировать слой. Далее выбираем инструмент «Прямоугольник». Задаем зеленый цвет. Выделяем всю картинку. И затем берем этот слой, сохраняем и перемещаем его чуть ниже. После чего мы берем самый верхний слой «Layer 1» и выбираем здесь «Выделение прямоугольником». Выделяем наше окно. И удаляем задний фон. Чтобы он был зеленый. Вот так вот. И те же самые действия мы проделываем с остальными частями окна. Вот так достаточно. Теперь где есть сложные такие моменты по выделению, то мы берем инструмент «Волшебное удаление» и выделяем объекты. Если где-то что-то не выделило, просто берем затем ластик и подтираем то, что у нас остается здесь. Вот так вот. Теперь давайте экспортируем этот файл в формате png. И затем перейдем к следующему шагу. Итак, следующий шаг – это добавление на зеленом фоне дождя. Для этого я буду использовать футаж из YouTube. То есть я пишу в поиске «Rain Green Screen» и скачиваю подходящий для меня дождь. Скачивать я буду через специальный сайт. Не могу его вам показать, потому что будет нарушение. Поэтому вы просто можете прийти по ссылке в описании на мою Telegram группу и там этот сайт найти. Затем для атмосферы добавляем комнатное растение. И затем все файлы, которые у вас есть, закидываете программу CapCut. Затем берем картинку, где мы удаляли задний фон на окнах и перемещаем ее чуть выше основной. Далее переходим в вкладку «Видео» «Cat Out» и здесь выбираем «Chromo Key». Берем пипетку и наводим ее на зеленый фон. После чего берем наш дождь, помещаем его чуть ниже слоя, который с зеленым фоном. Обрезаем длительность дождя. Затем выбираем этот слой с дождем. И то же самое проделываем действие с «Chromo Key». То есть мы удаляем задний фон зеленый с дождя. Вот так вот. Теперь добавим чуть интенсивности, чтобы было его видно. Вот так вот. Затем переходим в вкладку «Adjustment Layer». Обесцвечиваем наш дождь, чтобы он был белым. Далее добавляем немножко яркости ему. И уменьшаем до тех размеров, чтобы он виден был только в окне. Вот так вот. После чего дублируем этот слой. И также добавляем еще чуть выше, чтобы он казался более интенсивней. Затем нажимаем на самую нижнюю картинку с нашим персонажем. И добавляем насыщенности на заднем фоне, чтобы был закат более яркий. После чего берем наше комнатное растение и помещаем его в левую часть экрана. Делаем его более темным. Играем немножко с контрастом и с другими настройками. После чего нам нужно будет сделать, чтобы это растение немножко шевелилось. Для этого мы используем эффект, который называется Rebound Swing. Вот добавили. Видим, что движется наше комнатное растение. И затем уменьшаем интенсивность этого движения. Вот так вот. Теперь добавляем размытости нашему растению. Пишем в поиске там где эффекты Blur. И добавляем эффект размытия. После чего дублируем наше растение и перемещаем правую часть экрана. Далее выделяем все объекты, которые у нас находятся в монтажной области. И нажимаем правой клавишей мышки и жмем Create Compound Click. После чего переходим в укладку Video Basic. Ставим здесь все точки для трекинга. И затем немножко прокручиваем наш ролик вперед. Запоминаем основу наши точки и увеличиваем масштаб. Затем уменьшаем его. И таким образом играемся так, чтобы картинка постоянно шевелилась. Ну и давайте теперь снова-таки покажем готовый результат. Ну что, друзья, как вам результат? Напишите свои впечатления в комментариях. Ну и также не забывайте, что вы можете заказать у меня консультацию по YouTube. Либо сделать заказ на разработку шаблона по нише. Ну и также можете приобрести уже готовые проверенные ниши, которые я сам лично веду. А у меня на этом все. До новых видео. И пока-пока.